Начинаю трудиться над новым холстом. Мне помогает кошка Масяня. Итак, я сколотил раму, натянул холст, загрунтовал светлой краской и начинаю рисовать акрилом. Стоп! Сначала я нарисовал эскиз на планшете в цифровом формате. Прикинул композицию, цвета. Рисую светлыми тонами. Это голубая и синяя краска. Чтобы цвета были ярче, лучше использовать светлую подложку. В моем случае это светло-бежевый цвет. Теперь беру желтую краску. Рисую луну, звезду, плити от цвета луны и костер, а также куртку у персонажа. Теперь розовой краской рисую ноги и лицо. Леным цветом рисую елки. Теперь приступаю к фону. Он будет черным. На глазах все цвета становятся контрастнее. Вообще рисование на холстах мне не очень нравится. Но когда я вовлекаюсь в процесс, я не замечаю, как идет время. Таким образом я коротаю зиму и долгие вечера. Я буду очень рад, если это видео и мои объяснения кому-то помогут. И совсем другое дело, это большой формат. Рисование на стенах. Чтобы не потерять форму, я стараюсь как можно чаще практиковаться. Жду с нетерпением теплого сезона, чтобы наконец-то выбраться на улицу, что-нибудь помастерить. Мне нравится, когда я могу своих персонажей поместить в их естественную среду на улицу. Вырезать из фанеры, использовать их как декорации на каком-нибудь фестивале. Кстати, сами холсты мне нравится делать самому. Начиная от распила, изготовление рам, заканчивая натягиванием холста и его грунтовкой. На данной работе я использовал пляж. Но также мне нравится рисовать на бэушных баннерах, на фанере, на деревяшках, на дверях. А любимым инструментом у меня многие года остается аэрозольный баллончик. К сожалению, на маленьком формате им рисовать тяжело. Какое-то время я пытался освоить технику трафарета. В целом довольно интересная техника. Могу рекомендовать ее до небольших форматов. Спасибо всем за просмотр!